Благодать и мир вам, дорогие братья и сестры, дорогая Церковь Христова! Бог позволил нам переступить порог 2021 года. Мы в Новом году. Бог продлил свою милость. Он не медлит. Он имеет план об этой земле, о Церкви своей и о тебе, обо мне лично Он имеет план. И у Него план самый добрый, самый правильный. Он имеет в плане Своем дать будущность и надежду. Этот год начался с молитвы о благословении. Вы заметили, что благословение – это доброе даяние, оно приходит от Бога, и оно как последствие к тем условиям, которые мы исполняем. Бог говорил народу Своему, «Если будешь, то я тебя». Мы понимаем, что духовные благословения изливаются от Бога, и оно тоже является как бы последствием на нашу жизнь. Вот вторая часть нашей молитвы, нашего рассуждения – это прекрасная тема о жизни, достойной христианского звания. И в основании темы приложено место Священного Писания, записанное в прекрасном послании к филиппийцам. Первая глава с 27 стиха. Здесь апостол Павел говорит о своей жизни, он говорит, что для меня жизнью является Христос. А смерть, когда она придет, это будет приобретением. И вот с 27 стиха он говорит своим ученикам, последователям Иисуса Христа. «Только живите достойно благословения Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И это от Бога. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, каким вы видели во мне и ныне слышите о мне. Только живите достойно благословения Христова». А что является достойным носить звание Христова? Апостол Иоанн восклицает, говорит, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Но когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как есть». Как понять быть достойным? Давайте мы сократим этот 27 стих. «Только живите достойно благословения Христова, чтобы мне слышать. Вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Вот оно – единодушие и твердость в нашем уповании, следование за Христом, остаться верными. Господь Иисус Христос себя и нас, последователей, Он называл светом этому миру. Вот только свет Христа и наш, он немного отличается. Свет Христа, Он отражался от Него, потому что Христос – Он свет, Он источник света, Он своим присутствием озарял и указывал путь. А мы являемся светом этому миру, отражая в нас присутствие и жизнь, и действие Иисуса Христа. Дети Божьи – христиане, они призваны быть для окружающего мира светом. мы должны и выглядеть, и говорить, и поступать так, как Он поступал. Это абсолютно не значит, что мы должны носить одежду такую, как Христос носил. Нет. Но мы должны жизнью своей проповедовать, возвещать и освещать людям свет Евангелия, свет Господа нашего Иисуса Христа. И самое важное – это стойте в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это послание писалось в другое время, не в такое, как мы живем. Тогда много противников было, много было направлено силы, чтобы уничтожить первоапостольскую церковь, молодую церковь. Знаете, это место священописания может быть легче читать или понять, когда мы посмотрим на Ливан сегодня, там, где наш брат Мухаммед. Мы посмотрим на Северную Корею, на Китай, на Среднюю Азию, может быть, не в такой степени. И когда мы слышим, что последователями Иисуса Христа, которые живут новой жизнью, они, на них направлена сила, чтобы оторвать от церкви, чтобы оторвать от Иисуса Христа, и цель, чтобы погубить эту душу. Потому что за всеми этими силами, за противниками стоит одна сила – это дьявол. И когда нету тех гонений, дьявол все равно, он стратег, он никогда не отдыхает, он всегда направляет все равно силу против церкви Христовой, против в целом одной души, против тебя и меня. И когда вот эти гонения извне, они направлены на церковь, они всегда, мы живем в 21 веке, история показывает, они всегда укрепляют церковь. Тогда церковь сплачивается, один за другого цепляются, дорожат, рвутся в общение под запретом, чтобы побыть в общении, чтобы почерпнуть сил друг у друга и вместе воззвать Господу. А когда этих извне гонений нету, тогда есть опасность, чтобы христиане не направили противодействие друг против друга, чтобы изнутри церковь не разрушилась. В этом есть опасность, и в этом необходимо, и только живите достойно благословения, чтобы мне знать и слышать, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Дорогие братья и сестры, в наступившем году Господь продлил нам такое благодатное время. Я не знаю, сколько оно продлится. Мы не знаем, сколько. Но время благодатное и мирное. Извне у нас нападок нету на сегодня. Как важно, чтобы мы были готовы, бодрствовали, и в нас отражался Господь Иисус Христос, который мир нес окружающим всем. И чтобы в нашей среде этот мир распространялся. Я, знаете, когда готовился, подумал, насколько эта личность, уже сколько тысячелетий, она враждует против детей Божьих, против всех его планов. Это дьявол и слуги его. Когда же это придет время, когда его не будет? И мы читаем, я думаю, дети наши и подростки хорошо знают о времени, когда сказано, что дьявол был схвачен и скован цепью большую, и брошен в бездну, и над ним печать, чтобы он не прещал народы тысячу лет. Думаю, прекрасное время будет. Мне так нравится об этом времени. Дети наши знают, и подростки, и взрослые. Это будет время, когда даже лев и теленок, они будут пастись на одном поле, есть траву. Когда ребеночек подойдет и на гнездо змеи руку опустит, и она ему не причинит вреда. Это будет прекрасное время, оно называется золотым веком, который ожидали народ израильский, которого они мечтали, и в Иисусе Христе увидели, и, быть может, он восстановит это царство Израилю. Это будет тысячелетнее царство, когда люди оружие перекуют на сельскохозяйственные машины, когда люди не будут воевать, когда земля будет плодородить, когда не будет зла, когда не будет греха. Стоп, а будет грех или нет в тысячелетнем царстве? Дьявола не будет. Он не будет прельщать и искушать. А грех будет? Откуда он возьмется? Ведь нету источника дьявола. Вот она та природа наша, адамовская. И Бог покажет, и все люди увидят, что даже некого обвинить, а мы все равно далеко не совершены. И вот она, то внутренняя борьба, которая не прекращается ни при каких условиях, ни в Ливане, ни в Корее, ни в Нигерии, ни в Кыргызстане, ни в Таджикистане, ни в Стайкалыче, нигде не прекращается. Это борьба внутренняя. Апостол Павел говорит, знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, добро, потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать оно, того не нахожу. Что не желаю, делаю, а что желаю, не нахожу в себе силы. Но если бы только на этом заканчивалось. А далее он восклицает в последнем стихе благодарение Богу нашему, Иисусом Христом, Господом нашим. Он говорит, итак, я ветхий человек, но под духу новый. Дорогие братья и сестры, Господь нам дал, мне нравится апостол Петр, и он в своем втором послании с первой главы, со второго стиха прочитаем, прекрасные слова записал. Второе послание с первой главы, второй стих. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались с причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к этому все старания, покажите в вере вашей. Апостол Петр, он ободряет и говорит, вам даровано все потребное для жизни и для благочестия. Дорогие братья и сестры, у нас есть преимущество перед этим окружающим миром. У нас есть все потребное для благодатной жизни во Христе Иисусе. Он возродил нас, Он простил нам грех, Он нам дал силу в искушениях иметь победу, Он нам дал дух познания Его, и эту силу мы имеем как последствия. Как от божественной силы Его дарованы нам все потребное для жизни и благочестия через познание призывавшего нас славою и благостью. Дорогие братья и сестры, нам все дано для жизни и победы через познание Господа Иисуса Христа, Который призвал нас к вечной жизни. Вот оно условие, мы познаем Бога, и Он дает нам все необходимое для жизни и победы здесь на земле, в любых условиях, где бы это ни было, в Ливане, в Нигерии, в Корее, в Китае, в Америке, во все времена, во время апостола Павла, во время гонений, во время инквизиции, во время атеизма, во время свободы, Бог дарует силу нам, и она сокрыта в исполнении Слова Его. Так легко. Так просто. Нелегко. Вы замечали в жизни своей, если вы положили себе план на этот год, скажем, изучение Священного Писания, как вы думаете, это легко вам будет? Если вы положили в плане своем, в жизни своей, 21-й год, я посвящу посещению богослужений, молитвенных и изучению Священного Писания. я верю, что через изучение Священного Писания, через познание призвавшего нас славою и благостью, мы будем иметь доступ к благословениям. это не будет легко. Это будет своего рода борьба и отказ или выбор. У меня работа не позволяет. Но, знаете, иногда или часто мы стоим перед выбором, как мы сегодня слышали в первой части. Выбор работы нашей. у меня есть мои занятия, которые я не могу оставить. Могу или нет, это выбор. Можно сказать, ну да, ты приходишь на собрание, ты поставил себе как какой-то закон, как какой-то порядок, и ты просто автоматически или машинально приходишь, или по привычке. А всякая привычка благая, она достигается путем усилий. И когда мы достигли это благо, как вчера прекрасно брат говорил, когда сын его, он мучился, мучился, а потом добился этого и получил радость. Знаете, в достижении всяких добрых привычек или добрых намерений наших, благих, есть усилия, которые мы прилагаем и потом достигаем и на этом стоим и радуемся, получаем благословение. Я призываю вас, дорогие братья и сестры, давайте мы будем посещать все наши богослужения. Я верю, что через это, через познание Господа Иисуса Христа, через познание Писания, Бог открывает, и мы будем иметь благословение. Это будет последствия благословений, которые Господь желает нам дать, чтобы мы жили жизнью победы. Первое мы получили. Апостол Петр, он так любит говорить о призвании. Он и Господа нашего Иисуса Христа называет призвавшего вас славою и благостью. Он говорит, мы призваны из тьмы в его чудный свет. Это сила благодати, которая нас привела от жизни прошлой, показала свет, который загорелся в нашем духе возрожденном, и который горит и отражает внутренность нашу, и окружающие люди видят. Он призвал следовать за Христом путем страданий даже, а когда их нет, путем отказа. Во всякое время христианин испытывается. Он призвал нас на злословие отвечать благословением. Это легко или нет? Но это какой-то шаг, который мы делаем и достигаем, и в этом имеем благословение. Он призвал нас в вечную славу свою. Мы призваны славою и благостью. Это значит, что Он призвал нас и открыв удивительные качества своей личности. И когда мы пребываем с Господом, мы получаем великие духовные благословения в жизни нашем, которым нам дарованы великие и драгоценные обетования. Богослову подсчитали, что в Библии записано более 30 тысяч божьих обетований, которые Он дает по могуществу своему детям своим. Подумаем над некоторыми, которые относятся к нашей жизни освящения. Это свобода от власти греха, которую мы получаем в день искупления нашего. Это милость и могущество Божие, когда мы не становимся вновь рабами греха, а можем следовать за Господом. Это свобода от силы повиноваться Божьим заповедям. Это победа над дьяволом, его обольщениями, и нам гарантирована сила победы в искушениях. Это прощение грехов. Если мы исповедуем грех наш, Бог обещает простить и не вспомнить более, это сила и могущество Его. И это отклик на зов наш к Богу нашему. Еще в Салме 49-15 записаны прекрасные слова. И воззови и призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Вот оно прекрасное обетование, которое дано. Как важно, чтобы мы не только в дни скорби призывали имя Бога, а во всякое время в жизни нашей. И вот в наступившем году это мы вчера имели прекрасный день, вечер, когда мы говорили о том, что жительство наше на небесах. Когда Иоанн восклицает, говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Вот когда откроется, мы увидим Его, как Он есть. Дорогие братья и сестры, наше гражданство небесное, а наше жительство здесь, на земле, оно временное, и когда оно закончится, мы будем, получим те обетования, которые Господь обещал. Только важно, вот, тема, которую мы сегодня рассуждаем, только живите достойно благоествования, только живите достойно гражданина небесного царства. Мы вчера говорили о подготовке нашей встречи с Господом Иисусом Христом. Когда Он придет, Господь, мы не знаем, это сокрыто, это благо. Знаете, когда к нам приезжал, вот, уже в прошлом году, недавно, Михаил Андреевич Савин, брат, мы сели здесь, он так обвел, там кивнул головой, там кивнул головой, друзей увидел, а потом говорит, а как дедушка Рувим Маслов чувствует себя? Я говорю, очень хорошо чувствует. Он говорит, я не вижу его, я говорю, и мы не видим его, Господь его взял. Он такие глаза на меня, я говорю, Господь дал время, приготовил его и взял в вечности. Я, говорит, не знал. Господь дал время, приготовил и взял. Прекрасно. Это в Ире живут мои родные, я знаю или знал брата хорошо, Юрий Хазбатович, ему 81 лет, он здоровый, крепкий такой старец, не болел. Они были в воскресенье на собрание, он ездил в Писбург, потом вернулся и прилег на диванчик отдохнуть днем. Жена пошла в спальню, потом она вышла в спальню, смотрит, он лежит рядом с диванчиком на полу. Она его Юра, а его уже нет. Уже Господь взял. Не дал время подготовиться и взял. но это старцы две недели назад или даже меньше, это дочка наша говорит, я в новостях услышала, это брат, сотрудник кемпа Киносатаки, молодой человек, ехал на машине, он отец деток малых, авария, его нету больше, жена осталась, детки остались. Не было времени приготовиться. Но я бы так не сказал. Бог всегда дает время каждому человеку. И никто не вправе будет сказать, Господи, Ты мне не дал время приготовиться. Вчерашнее собрание вечернее, я верю, я принимаю его, это было время подготовки моей Твоей. когда я и Ты читаем Библию и исследуем, я верю, что это время подготовки. Сегодняшнее собрание – это время подготовки для Тебя и меня в отдельности. Бог работает. Я не знаю, что Он тебе говорит. Я знаю, что Он мне говорит. Знаете, мы по вторникам на изучение Священного Писания Денис проводит беседу, он о патриархах говорит. Я поймал для себя мысль хорошую. Помните, когда Бог сказал, что Содом и Гоморру Он сожжет? И Авраам Хадатес сказал о племяннике Своем Лоте. Там написано, «И стоял Авраам и Бог говорил ему». Обычно мы когда читаем, когда Бог говорит, то люди падают, как мертвые на землю. Помните Иоанна Богослова? И он говорит, почему так? А потому что впереди написано «И ходил Авраам пред Богом». «И ходил Авраам пред Богом». «И ходил Авраам пред Богом». А потом стоял пред Богом и Бог ему говорил. Дорогие братья и сестры, я не знаю, 21 год может быть и будет этот год знаменательным, потому что Господь восхитит церковь. Но я верю, что 21 год может быть знаменательным в твоей моей жизни. Может я или ты предстанем пред Богом? Не знаю. В автомобильной аварии, лёжа на диванчике или через болезнь, не знаю, и ты не знаешь. Но знаете, чтобы предстать пред Богом в готовности, нужно ходить пред Ним. Так просто. это будет последствие нашего хождения предстать пред Богом. Я верю в восхищение, оно будет последствием нашей жизни пред Богом и предстать пред Ним. Что для этого нужно? Только живите достойно благословения Христова. Как жить достойно? А стойте в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И апостол Павел в послании к евреям 10 глава 35 стих. Итак, не оставляйте упования вашего, которым предстоит великое воздаяние. У нас сегодня здесь большей частью дети Божии. Быть может, кто-то не примирился с Богом. Быть может, есть какие-то неправильные отношения или тогда, ну, правильнее сказать, может быть, какой-то грех, который разделил тебя с Богом. Его нужно удалить. Бог дал нам силу и дал обетование, что если мы исповедуем, Он прощает, очищает и не вспоминает. Он восстанавливает это, сила восстановительная. Быть может, кто-то слушает, и ты еще к Богу на призыв не отозвался. может, это последний призыв для тебя? Я не знаю, и ты не знаешь. Нужно примириться с Богом, нужно обратиться к Богу. Дорогие братья и сестры, мы можем строить планы, мы можем ставить цели. Это слово нам не запрещает. У нас для нашей церкви есть хорошие планы и строительство, и жизнь. Может все измениться, может все измениться. Если Господь придет, все остановится. Но нам необходимо в планах своих посвятить себя и быть последовательными. Если мы говорим, что мы дети Божьи, мы должны поступать так. Если мы говорим, что я хочу в плане жизни своей вот этого достичь, нужно поступать так, прилагать старания. Апостол Петр говорит, то вы прилагая к этому все старания ваше, просто так не дается ничего. Жизнь вечная просто так не дается. За нее Христос заплатил цену жизнь свою при чистую кровь. И следование за ним это путь освящения. И он непростой. Это усилие, прилагая к тому все старания ваше, покажите вере вашей. Пусть 21 год будет старанием. мы наверное часто слышим, что в том служении нужны руки, в том служении нужны руки. Дорогой брат и сестра, если ты пел в хоре, а потом как-то его оставил, я не знаю почему, это было достижение цели или наоборот упадок вниз. Если ты днес какое-то служение проповедникам, в любом служении, а потом оставил, это достижение цели или упадок. Пусть Господь благословит и пусть этот 21 год будет благословением для тебя, для меня, для достижения цели, которые мы поставили бы. И Бог будет в этом благословение. И Бог в этом воле свою святую откроет нам и помощь даст. И одно самое важное для меня, что это приходит через познание призвавшего нас. А познание Господа Иисуса Христа приходит от исследования Писания. Благослови Господь меня и тебя вникать в слово, исследовать его, практиковать жизнь своей, приходить на богослужение, быть активным, и через изучение священописания, через изучение, через познание призвавшего нас иметь все благословения в жизни нашей. Но только к этому нужно прилагать все усилия. Дорогие братья и сестры, не оставляйте упования своего, которому предстоит великое воздаяние. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся. Аминь. 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 Аминь.